всем привет дорогие друзья сегодня у нас видео показ украшений сегодня продолжение вещей которые я купила в магазине мой очередной заход в секонд предыдущие видео было начало сейчас продолжение плюс я покажу украшение которое я привезла из америки давно давно обещала и в прошлом видео показала такую затравку коробочку сейчас я вам покажу еще раз те кто меня впервые я живу в канаде что меня на канале не только украшения у меня обзор магазинов примерки красивые одежки болталки в общем все что мы девочки любим и поэтому не удивляйтесь что подписавшись на украшение следующее видео вдруг показ там обзор магазина манга например да вот ну давайте я вам еще раз покажу эту коробочку для тех кто у меня первый раз и те кто в прошлом видео и не видел вот такая у нас сегодня коробка шикарная так первое украшение из сегодняшнего показа это украшение которое я купила здесь в канаде это ожерелье которое я нашла бренд если вы со мной бродили тогда по магазину стоило она 5 долларов я канадских наших потому что дальше у меня будут украшения в американских долларах и чтобы вы не путались небольшая разница где-то канадский доллар где-то 0.75 американского или наоборот нет вот так то есть наш дешевле и так я нашла это украшение я его сдернулась крючочка вы видели я долго смотрела разглядывал его я сразу сказал что понятно какое-то украшение винтажное непростое прекрасном состоянии но к сожалению маркировки нет маркировка нашлась когда я пришла домой он здесь вязался узелок надо его развязать я искала на крючке на крючке я не нашла господи где же я его нашла так в общем она где-то написано кора и так написано смутно а вот здесь так плохо вот здесь вот видите здесь написано корой вот здесь вот если вы можете это разглядеть но я разглядела что это кора и вот здесь вот что-то еще но это уже не поддается никакому пониманию если это вообще ну да судя по всему что-то они тут писали но кора вот здесь точно ведь вот если так вот крутить вертеть это видно кора вообще умудрялась так подписывать свои украшения что трудно было понять и разглядеть вот такая вот шишечка на конце тоже часто кора использовала красивая интересная цепочка нарядные украшения вечерние безусловно все кристаллики кажутся на месте прекрасном состоянии удивительно что он так хорошо сохранилась никаких сходов покрытия ничего рада что его купила не оставила но каким-то шестым чувством я поняла что это что-то хорошее винтажное и именное хотя вот эти имена мы просто часто не видим потому что они просто стираются на сегодня будут крупные большие вещи поэтому нам нужно будет много места так следующий клипсы кстати вполне можно носить комплектом подходящие хотя немножко разные я бы сказала здесь такой нежные листики а здесь такие крупные большие круглые клипсы они тоже маркированы и это тоже кора очень плохо видно но видно смотрите так стоили они 6 долларов очень незамысловатый сюжет но очень эффектные клипсы и сейчас при ближайшем рассмотрении я нашла что здесь есть немножко потерь два кристаллика потеряны видите оценили они их как будто целые вот здесь и вот здесь потеряна камушка как жалко я постараюсь найти исправить что делать видите здесь очень трудно разглядеть потому что на белом металле вообще очень трудно рассмотреть потерю белого белого кристалла прозрачно очень красивые я конечно постараюсь найти исправить на самом деле белый кристалл найти не несложно но они все такие немножко серовато-желтоватые правда же мне кажется не совсем уж они такие белые вот эти ах жалко ну ладно тем не менее они все равно очень красивые вот на на здесь на ожерелье по моему все на месте а вот здесь вот я только сейчас возглядела что по две потери но тем не менее клипсы очень красивые примере вам увидите как красиво они выглядят в ухе продолжим из покупки из канадского магазина потом перейдем к американскому вот такая вот шикарнейшая брошь стоила 8 долларов освободим ее от атаков посмотрим здесь если маркировка 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 нет по моему нет посмотрим находила ли я что-то подобное маркировку все-таки нашлась при монтаже не и разглядела по-моему это батлер хотя последние буквы похоже на пину по моему все-таки это ар батлер это канадская компания бижутерная очень хорошая известная так что все-таки брошь маркировану так здесь видите вот кто-то приделал вот такую вот штучку чтобы она видимо закреплять ее чтобы она не падала или что я не знаю какая-то заботливая рука так давайте рассмотрим эту брошь на бесподобно красивая во всех вариантах вблизи издали все на месте потерь никаких нету стоила она не очень дорого но брошь скорее всего винтажная и невероятная красотка посмотрите как плестят переливаются камни аврора бареалис вот такая вот такая шикарная вещь так начали стричь траву я пошла закрывать окно стало немного тише но не намного если честно я мне все равно довольно шумно но я надеюсь что вам меньше слышно моим соседям нет покоя когда уже зима наступит когда они уже перестанут стричь траву так вот такая вот брошь стоила 10 долларов вот это по моему брошь маркированная да это маркировка сейчас 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 это брошь F.A.G. маркировка вот ее я находила сейчас я вам прочитаю что это и кто это так аббревиатура F.A.G. это винтаж 5th avenue collection 5th avenue ну вы знаете что это такое это F.A.C. видите F.A.C. я не знаю это название бренда или да наверное 6th avenue collection название бренда брошь бесподобная написано что это винтаж опять же не знаю ну я думаю что да по игле по всему смотрите какая игла прям мощная такая грандиозная ну вот такая вот красавица посмотрите скромная не яркая ну в смысле камни не цветные белые ну просто красота как можно было выбросить такой брошь ведь кто-то ее отнес в этот благотворительный магазин то есть отдали бесплатно в магазин магазин не совсем благотворительный меня все время поправляют я согласна магазин профитный то есть люди которые там хозяева магазина имеют прибыль от этих всех вещей единственное что какую-то часть они дают благотворительность но люди туда приносят свои вещи совершенно бесплатно из благотворительных соображений чтобы не выбрасывать просто на мусорку а чтобы вот как бы эти вещи получили как бы вторую жизнь и чтобы кто-то кто-то на этом зарабатывает но они часть своих своих доходов отдают благотворительность и вот кто-то взял и вот так вот я отнес совершенно бесплатно отдал кому-то там где-то в общем в мешочке но я понимаю что не всем людям охота заниматься продажей перепродажей но многим это вообще красота уже не нужна они не понимают молодежь вообще не понимает такой красоты поэтому вот так получается шикарная брошь следующая брошь из моих канадских тоже покупок я только сейчас поняла что когда я вам показывала коробочку в конце прошлого видео в начале этого я эту брошь в коробочку положить забыла самую одну из самых красивых неотразимых брошей которая самая эффектная из всего показа я в коробочку для затравки ее и не положила стоит она 15 долларов это конечно ошибка блогерская моя большая вот уж где завлекалочка была бы так только этой брошью можно было завлечь зрителей но я лоханулась я думаю что она не очень винтажная эта брошь потому что на ней маркировка энклейн энклейн это современная компания ну может быть я не знаю в каком году она появилась может быть она появилась довольно давно но и возможно первые вещи которые они выпускали можно отнести к винтажу но я думаю что эта брошь конкретно современная она без подобной красоты 15 долларов она стоит брошь энклейн продаются у нас в магазине в нашем канадском Hudson Bay где-то долларов за 35 ну вот за это попросили 15 я не удержалась и купила ее вот за 35 можно купить в обычном магазине а вот за 15 можно купить в секунде дешевле конечно чем в обычном магазине но она необыкновенно красивая я просто не могла ее ставить опять же маркированные вот эти вот их как бы известные вот эти камни которые по моему кристаллы которые энклейн именно вот выпускает вот такие вот немножко матовые замутненные видите вот эти есть такие чистые а есть вот с таким вот с такими прожилками вот это по моему их фишка фирменная бесподобная красоты брошь может быть она и винтажная может быть но мне кажется что то что она современная потому что бренд современный ну относительно более-менее хотя вот и гладкая все ну я просто знаю его этот бренд посмотрите какая у нас тут собирается уже красивая разноцветная коллекция так ну и сейчас мы переходим к моим американским покупкам наверное надо будет все отодвинуть у нас потому что у меня здесь крупные бусы места будет мало давайте вот эту переложим придется что-то закрыть прикрыть но вы уже все видели поэтому так будем бусы раскладывать по крайней мере значит вот такие бусы стоили они мне 4.99 американских долларов 5 но в тот день когда я была в этом магазине там у них была скидка 20% на все украшения поэтому возьмите ну расчет что отнимите 20% то есть если это 5 долларов то это 4 будет правильно 4 доллара винтажные очень красивые пластиковые бусы интересная застежка маркировок нету вот такие вот вот такая вот нет маркировок нет вот такая вот симпатичная симпатичная ой сейчас застежка явно винтажная из чего они сделаны я затрудняюсь сказать не то это дерево не то пластик знаете тяжелые они на пластик мало похоже может быть это дерево раскрашенное теплые они камни не камни конечно и не стекло может быть и деревяшки даже тут надо бы рассмотреть что там внутри но рассмотреть очень трудно может и пластик ну знаете для пластика они тяжелые и звук такой как будто дерево правда похоже на дерево очень красивые посмотрите какие они прикольные просто супер просто такой знаете прям такие вот такие винтажные крупные большие яркие красивые бусы которые летом да и зимой на темную какую-нибудь вещь надеть будет очень-очень красиво так следующие бусы тоже стоили 7 долларов ну отнимите 20 процентов будет немножко подешевле так я тут не знаю что тут застежка потому что застежка залеплена ценником видите ценники другие у нас ценники другие ага застежка бочка надеюсь что она сейчас не рассыпется эти бусины не рассыпется у меня в руках на что они собраны на нитку я почему-то думала что это что там цепочка ну в общем вот бочечка значит это камень безусловно конечно это я думаю не коралл очень похоже но это не коралл я думаю то что они винтажные потому что эта бочка все-таки как-то больше относится к винтажным вещам ну а нет так я не знаю они холодные тяжелые вы слышите по звуку я не знаю что это за камень похож на коралл но это конечно не коралловые бусы хотелось бы конечно но нет не знаю что за камень не знаю что за материал камень очень интересный посмотрите какой классный прикольный может быть это какой-то губчатый коралл или как-то есть такое название у меня кстати браслет похоже я покупала у нас вот из такого же похожего материала только такой плоский длинные такие элементы составляли составляли его что же это такое девочки напишите мне пожалуйста мне будет очень интересно и вы знаете я уверена вот такие вот прикольные интересные бусы тяжелые забавные классные кстати вот этот вот бирюзовый цвет с красным очень красиво почитаю следующие бусы жемчуга тоже 5 долларов они стоили я купила их в основном из-за великолепной застежки винтажной да и сами бусы винтажные так маркировок здесь нет на них или что-то есть по-моему что-то здесь было или стерт не знаю посмотрите какая застежка это же просто прелесть я бы ее носила их застежкой вперед потому что она очень красивая она очень украшает то что то что сами бусы довольно нет нет ничего никаких проб никаких маркировок сами бусы просто обычный стеклянный жемчуг я не думаю что это натуральный жемчуг опять же можно можно их погрызть мне еще там писали разные методы но не погрызть вернее на зуб попробовать я их помою и может быть попробую на зуб а так не буду девочки пока потому что вы видите они сейчас этикеткой они у меня лежали в мешке и ждали когда я вам их покажу просто жемчуг правда похож на настоящий но не может быть это было бы слишком скорее всего стекло какие-то или грязь или сход покрытия ну вот такая вот прекрасная застежка я думаю что я бы я бы их носила в два ряда именно застежкой вот так вот вперед если она не будет крутиться переворачиваться вот так я думаю что они мне застегнутся на шее в два ряда как чокер застежкой вперед будет прикольно правда мне кажется будет классно вот такие жемчуга и переходим к брошь а нет у меня еще есть одно кольцо я вам покажу кольца я никогда не покупаю у нас кольца совсем некрасивые в секунде какие-то старые разваленные какое интересное кольцо стоило оно не дешево оно стоило 10 долларов я очень долго сомневалась брать не брать сейчас я попробую перекусить вот это вот удалось думаю уже так останемся 10 долларов хотя оно не золотое ничего так у меня был телефон звонок я прервала я прервала запись и поэтому не удивляйтесь если я вдруг начну говорить что-то не с того не с сего совершенно непонятно что не с того места мы как бы вот остановились на кольце такое странное оно короче кольца я почти никогда не покупаю в нашем секундах потому что они ужасно выглядят может быть я уже это говорила так смотрите значит маркировок никаких нету я имею ввиду что это не золото не позолото никакая ничего такого такое странное очень красивого цвета камень стекляшечка наверное да где моя палочка палочка моя палочка ручалочка не я же я будем стучать ножницами стекло стекло ну конечно что это может пластиковая вряд ли и вот смотрите какая интересная здесь какая то сверху как будто бы дерево корни что это означает я не знаю ну кольцо красивое очень красивое необычное странное такое ну прикольно правда в общем я его купила несмотря на то что оно было довольно дорогое относительно но что-то мне захотелось вот дальше продолжаем брошь ой отлетела у меня от нее отлетела у меня от нее цена и я думаю неважно я думаю что она как все стоила порядка 3-4-5 долларов они все примерно были в одну цену значит брошь по-моему не помню сейчас посмотрим маркирована она или нет да это кора короче вот в америке брошь кора можно купить доллара за 3-4 у нас это 10 минимум 15-20 вот такие вот сейчас цены даже при том что американский доллар немножко дороже нашего но все равно а да кстати у нас же еще налог 13 процентов на кассе а там это было в нью-джерси по-моему там или вообще налога нет или максимум налог 6 процентов или налог с какой-то дорогой суммы там больше 100 долларов если вещь стоит больше 100 долларов а если дешевле то вы не платите я не помню точно по-моему в нью-джерси вообще нет налогов если я не ошибаюсь поправьте меня девочки меня смотрят за америки я знаю напишите мне я все время путаю или в пенсильвании нет налога в общем что-то такое но если есть то очень маленький и вот это еще так что получается что разница в долларе наша на наш доллар американский так сказать покрывается тем что у нас еще налог поэтому считайте что эти американские доллары то же самое что наши и плюс минус еще было 20 процентов так вот брошь кора была куплена наверное доллара за 4 за 5 у меня куда-то подевалась ее нет не нашла но я думаю это не важно вот такой красивый шикарный совершенно цветок кора посмотрите какой он великолепный есть у меня что-то подобное похожее но не совсем такая они много тоже было этих цветков вот здесь кстати на удивление сохранилась хорошо хорошо маркировка такая длиннющая большая игла брошь очень большая у меня даже вот она не помещается видите я пытаюсь показывать так чтобы она влезла в экран ну что тут скажешь не взять не дать не дать не взять брошь кора красивый шикарный цветок листья сделаны по-другому видите брошировка а здесь блестящий металл шикарная брошь просто шикарная просто шикарная брошь так следующая брошечка очень красивая не помню по-моему тоже не маркированная вот ее оценили в 5 долларов невероятно симпатичная все дало этикетки хватит хранить все камушки на месте давайте поищем маркировку я не находила маркировок нет ну брошь безусловно винтажная это видно по замку это видно по обратной стороне это видно по всему как она сделана и вот такой вот знаете мне кажется это одуванчик но одуванчик были бы белые камушки а тут зелененькие до чего же она очаровательная просто красотка конечно я думаю что это стекло потому что в те времена не вставляли в брошь другие другие вещи простенькая незамысловатая но какая красивая брошечка редкая находка у нас очень редко можно уже найти что-то такое а вот в Америке я нашла так следующая брошь оцененная в 3 доллара но это брошь по-моему маркированная так ищем да это это брошь крамер вы можете себе представить оценить брошь крамер в 3 доллара ну да у нее нет камней каких-то ярких элементов которые в принципе ну вот бывают винтажных брошь но брошь крамер крамер это очень дорогая брошь дорогие броши дорогой бренд 3 доллара великолепное красивое сатиновое покрытие сатиновая эмаль причем она очень хорошо сохранилась нежный нежнейшие тона голубой сиреневый давайте еще раз я вам покажу как она выглядит сзади на заклепках она как-то немножко двигается этот бантик как-то знаете вот так вот он шевелится ну вот такая вот я пришла вообще в дикое удивление когда я увидела эти цены 2,99 брошь крамер вот такая вот винтажная шикарная вещь вот за такие деньги да нам конечно далеко до этого всего у нас совсем другое все и последняя красавица я не знаю почему я решила что это будет вишенка на торте ну просто здесь просто все сплошные вишенки поэтому я просто выбирала все что под руку попадалось 4 доллара маркированная брошь по-моему это лиснер сейчас я проверю я точно не помню не уверена но тоже цена меня потрясла просто потрясла своей дешевизной по сравнению опять же с нашими ценами девочки 4 доллара минус 20 процентов то есть она стоила то есть она то есть она стоила чуть больше 3 долларов да посмотрите какая красота маркировка маркировка я когда это увидела я вообще подумала боже мой как в Америке хотя мне вот пишут вот видите лиснер хотя мне девочки пишут что они живут тоже там в Нью-Йорке и там сумасшедшие цены я знаю я тоже видела в общем это первый благотворительный магазин который я попала в Америке так я ходила по всяким винтажным фли маркетам разным именно винтажным магазином куда уже привозят перекупщики то есть те кто покупают вот так по дешевке и приносят перепродавать покупают за 3 доллара продают за 20 то есть там тоже цены не дешевые а вот здесь вот прямо прямо шедевральные там было еще столько вещей на котором я просто ну вот ну я не знаю надо было брать сейчас я так жалею я что-то растерялась я не знала за что хвататься вперед что покупать знаете как бывает там были вещи реально антикварные бесподобные украшения они стоили по 50 по 100 долларов но они того стоили я что-то не знаю растерялась короче ну вот вот такая красота тоже я думаю что пока я болтаю вы ее разглядели очень красивая брошь Лиснер уверена что на ресейле она будет стоить долларов 50 где-нибудь на ebay 40 вот а тут за 4 меньше почти ну чуть чуть больше 4 долларов учитывающую скидку вот такая вот смотрите какая бесподобная у Лиснера очень красивая форма у броши Лиснер они какие-то такие знаете вот именно вот дизайн и форма законченная вот какая-то такая что вот просто хочется на нее любоваться именно потому что вот у нее какой-то какая-то целостность вот металла камней ну в общем не знаю короче как-то они очень умудрялись это делать так что просто вот глаз не оторвать ну вот друзья мои такой у нас сегодня был показ я надеюсь что вам понравилось и было интересно были сегодня шикарные просто вещи все здесь у меня не было ничего что я бы сказала что там для начала я показываю что-то такое а потом самое интересное вишенка на торте в конце здесь у нас все просто сокровища аладдина надеюсь что если вы меня впервые вы останетесь со мной и все кто у меня на меня подписан и пишет мне комментарии я всем очень рада и мы с вами уже как старые друзья и надеюсь что вы напишите мне все что вы думаете про мой сегодняшний показ и увидимся в следующем видео с вами была Дита всем пока бай бай